подписчики нас попросили сделать террасу мы ее изготовили и вот главный элемент это огромное панорамное остекление отделка фанеры с работой вышла на целых 460 тысяч рублей мы стали с вами свидетелями колоссального роста цен на строительные материалы привет друзья с вами дизайн интерьера я приехал в окрестностях челябинска чтобы показать вам вот этот дом это вторая версия народной дачи от петра стебельского кто-то проведет обзор дома расскажет о его концепции детальной стоимости строительства и покажет в какую реальную сумму обойдется строительство подобного дома в 50 квадратных метров в 2021 году а теперь слово петру всем привет меня зовут петр стебельский я руководитель проектного бюро мысли и мне очень приятно что уже во второй раз канал дизайн интерьера приезжает в гости на наш объект сегодня я расскажу вам о дачном домике который мы построили в курортной зоне на озере у вильды площадью 50 квадратных метров и сделали мы его с друзьями в рамках второго проекта дача за кенюкулы весь процесс строительства этой даче мы показывали в интернете в инстаграме и ютубе называемые и там народная дача и это уже второй проект который мы провели результатом первого стала небольшая дача в стиле барнхаус которую вы можете посмотреть по ссылке сверху и эта дача принципиально от нее отличается среди запросов было одноэтажность чтобы не было лестницы терраса крытая обязательно и должны были быть внутри изолированные помещения это как раз те минусы которые были у нас в первом проекте во втором мы все это учли и то что стало результатом вы сейчас увидите технология строительства как и в прошлом году это каркасный дом панели собирались на заводе и привозили сюда монтировались целиком силовая часть это доска 200 миллиметров на 50 и утеплитель 200 миллиметров толщиной все это закрывается пароизоляцией ветрозащитой и зашили вот таким вот скошенным лиственничным планкеном в этом доме мы использовали забивные бетонные сваи размером 200 на 200 и длиной 3 метра и это обеспечивает более устойчивое положение дома в отличие от винтовых свай дом подключен к своей канализации это локальные очистные сооружения мы сделали емкость на 4 кубометра сзади дома находится скважина порядка 35 метров мы ее пробурили поэтому здесь все свое кроме электричество стилистическое решение сделали уже более современные сделали условно плоскую кровлю у которой аккуратный скат идет на заднюю часть дома и сделали такой вот фриз по периметру выполнили такие вертикальные вставки окон которые добавляют дому графичности с обратной стороны дома находится большое панорамное раздвижное окно шириной 3 метра подписчики нас попросили сделать террасу мы ее изготовили вот пожалуйста 30 квадратных метров то что находится внутри домика люди туда заходят просто переночевать вся жизнь загородная она происходит вот здесь на террасе мы здесь поставили стол за который спокойно может сесть 8 человек можно даже поставить еще больше кресла качели все что угодно единственным конструктивным элементом который до сих пор виден это остались вот эти столбы это силовая часть дома доска из сосны это строганая древесина и такая же строганая древесина у нас во всем каркасе дома в отделке фасадов потолка и пола мы использовали доску лиственницу это материал не самый дешевый но мы пошли на это умышленно чтобы создать именно вот ощущение дороговизны пространство и я думаю нам это удалось он смотрится реально классно мы даже ничем не обрабатывали покрашен только пол защитным покрытием и вот главный элемент нашего дома это огромное панорамное остекление общая ширина 3 метра вот эта часть у нас отодвигается и когда вы сидите внутри смотрите на зеленый лес это просто непередаваемые классные ощущения а вы копите на мечту у меня есть мечта купить новую машину и я откладываю на нее часть своего дохода паш а ты на что откладываешь сегодня много способов хранить деньги и я вам расскажу еще про один вдруг вы не знали у газпромбанка есть накопительный счет который предлагает процент выше рынка до семи с половиной процентов годовых тогда а еще что то можно пользоваться пополнять его и снимать его деньги в любое время и открыть его можно дистанционно даже не являясь клиентом банка хотя на мой взгляд клиент газпромбанка это хороший социальный статус у вас тоже наверняка есть заветная мечта может быть это купить квартиру сделать дизайнерский ремонт или купить машину тогда ищите для своих накоплений самые надежные и амбициозные предложения на рынке а с накопительным счетом газпромбанке это просто никуда идти не надо паша ты чем слушаешь я уже все оформила онлайн вы же помните что даша плохого не посоветует пишите в комментариях на что вы копите и переходите по ссылке в описании на сайт газпромбанка для открытия счета на фасаде даче мы поработали с освещением это настенные светильники которые создают локальные световые пятна и общий цвет на террасе точечные светильники на потолке везде вокруг на террасе есть розетки в которые вы будете подключать все что угодно вот павел и лидия это хозяева первые дачи за каникулы это очень оценили и каждый раз мне говорят за это спасибо поэтому не забывайте делать такие вещи у себя на дачах и раз уж мы вспомнили про владельцев первые дачи я вам немножечко расскажу что они там сделали они поставили у себя на участке шикарную мини-баню в том же стиле barnhouse сделали подсветочки декор в общем наши объекты после проекта дача за каникулы начинают жить своей жизнью и получается очень атмосферно и классно на примере первого проекта мы хапнули хейта на том что у нас вроде везде панорамные окна а дверь была металлическая просто потому что так получилось в этом году мы уже исправились и сделали шикарную стеклянную дверь волкам внутрь планировочным решением у нас предусмотрено три отдельных помещения это две спальни и гостиная все это соединяет общий коридор предусмотрен тамбур который отсекает холодный воздух при входе в помещение и санитарный узел который является еще и техническим помещением на террасу можно попасть двумя способами выйти из тамбура или выйти через раздвижное окно из гостиной и вот мы находимся в небольшом тамбуре мы здесь умышленно тоже сделали окошко чтобы во первых было светло и такой вот контроль въездного пункта то есть здесь все это хорошо просматривается элемент отопления и вместительный шкаф для хранения вещей дальше мы попадаем коридор в котором можно расположить здесь какую-то тумбочку здесь у нас центральный щит управления дома то есть сюда сведена вся электрика вай фай роутер благодаря которым в доме есть интернет через интернет можно подключаться к системе управления отоплением также она коннектится с алиса и можно управлять голосом сейчас мы находимся с вами в пространстве гостиной и общее стилистическое решение дачи это такой стиль сканди но он уже такой более минималистичной в отделке потолков и стен мы применили шлифованную фанеру фанеру покрывали лаком защитным чтобы она сохранила цвет и свои свойства и прибивали на тонкие шпильки поэтому тут даже не видно элементов крепления остальные стены мы зашили гипсокартоном зашпаклевали покрасили эта сторона у нас полностью занята кухонным оборудованием кухню мы заказали в икея над кухонным гарнитуром расположено окно это окошко называется всегда мечта хозяйки небольшой фартук это кварц винил самоклеющийся подложкой соединение у него шип паз я его сам лично установил здесь за пять минут и он прекрасно до сих пор держится интересный такой вот гибкий шланг мы сделали технику мы сюда купили тоже чтобы она бывает предусмотрели в этот раз мы розеточку и для кондиционера кондиционер естественно мы ставить уже не стали если люди захотят то пожалуйста возможность такая есть прекрасный такой обеденный стол из массива за которым уже здесь может разместиться порядка шести человек но мы укомплектовали четырьмя стульями то единственная длинная стена мы и специально оставили под то чтобы разместить диван мягкий удобный комфортный он раздвижной и это дополнительное спальное место если вдруг кто-то не влез в спальне и вот то самое окно которое я вам показывал снаружи открывается она достаточно просто и вы впускаете природу листики мухи в общем все что есть это уже ваши друзья в доме есть один небольшой недостаток что вот это трехметровое окно пластиковом исполнении после частого использования начинает провисать и его регулярно нужно подтягивать ну как-то обслуживать поэтому если делаете большие панорамные раздвижные конструкции лучше это делать в алюминии немножко расскажу вам и о системе отопления этого дома так как здесь нет газа все сделано на электричестве и для отопления мы использовали конвектора вот один вот второй третий за холодильником этот радиатор у нас не попал за диван лишь по одной причине потому что у нас были крайне сжатые сроки и от стадии не было ничего внутри вообще даже отделки и до стадии вот ту которую вы видите прошло всего двое суток здесь у нас печка которая является альтернативным источником тепла буквально с одного или с двух полешек нагревает не только пространство гостиной а всю остальную дачу буквально за полчаса у нас есть везде термоконтроллеры которые настроены на определенную температуру по достижении которой отключаются конвектора можно спокойно топиться только на этой печке общая вентиляция в этом пространстве за счет вытяжного клапана приток естественно через открытые двери ну и циркуляция воздуха здесь создается освещение мы сделали двухзонное это трековые споты которые задают здесь такую графику и люстра над столовой зоной у нас в наличии две спальни это спальня взрослых здесь у нас всего лишь 10 квадратных метров но какого-то дефицита места не ощущается здесь есть полноценная двуспальная кровать система хранения то электрюмо даже чтобы можно было накраситься в отделке мы также применили шлифованную фанеру получилось прям эффектно и стильно и аскетично три окна в пол придаю такую графику два из которых задрапированы очень удобное решение получилось у нас с тумбочками по бокам целом все очень функционально и вполне себе для дачи подходящие и эта комната подразумевается как вторая спальня то есть детская диванчик здесь раскладывается здесь вполне себе могут уместиться двое детей или может быть какие-то ваши друзья отделка полностью повторяя стилистическое решение всего дома это белые крашеные стены это фанерный потолок и фанера на стене интересный момент комнате открываю створка всего одна и по такому же принципу мы остеклили весь дом практически везде все окна у нас глухие это позволяет очень хорошо сэкономить двери мы установили здесь самые простые мы купили их в леруа мерлене и здесь у нас 4 двери выглядят они конечно на свои деньги ванная комната на этой даче является одновременно и санитарным узлом и технической зоной здесь есть душевая кабина 90 на 90 туалет умывальник есть обязательно окошечко для естественного света за моей спиной здесь находится зона стиральной машины и за этой дверкой находится техническая зона где находится водонагреватель расширительный бачок сюда же заходит вода из скважины здесь отделку сделали кафельной плиткой она уложена на цсп потолок и стена также сделаны фанеркой и так как я вам и обещал и сейчас мы уделим несколько минут полной смете этого проекта домокомплект с монтажом с внешней отделкой у нас получился 2 миллиона 120 тысяч участок скважина с обвязкой и работами канализация с работами водоснабжение с работами ограждение и работы снаружи электрика радиаторы с интеллектуальной системой управления все окна черновые материалы для внутренней отделки и работы отделка фанеры с работой отделочные материалы плитка краска ламинат комплектующие и прочее мебель кухонный гарнитур отдельно был в печь с комплектующим и монтажом двери с монтажом сантехника электроустановочные изделия светильники лампочки декор и посуды текстиль бытовая техника благоустройство снаружи мы не стали делать потому что заканчивали проект уже зимой я его не посчитал проект архитектуры интерьеру умышленно не пишу потому что у каждого может быть свой специалист и того за все вышеперечисленные пункты получилось 5 миллионов 400 тысяч рублей за дачу площадью 48 квадратных метров внутри но обращаю ваше внимание на те факторы которые повлияли на цену во-первых дорогостоящая отделка фасада снаружи которая заняла порядка 500 тысяч рублей достаточно дорогостоящая отделка внутри помещения это фанера и гипсокартонные стены которые можно было вместо этого материала применить допустим вагонку помимо всего прочего пятно застройки дома составляет целых 100 квадратных метров а внутри теплый контур всего лишь 50 у нас очень большая терраса которая по сути это тот же самый дом когда мы рисовали проект своим подписчикам предлагали альтернативное решение чтобы сделать из этой даче дачу с четырьмя спальнями поставив стены вокруг террасы мы бы получили уже дом не 50 квадратных метров а 95 квадратных метров там домокомплект теплом контуре подключены к канализации и скважине то есть это уже такой дом под ключ условно который в этой комплектации стоит 2 миллиона 900 тысяч он получился бы всего 3 миллиона 400 тысяч рублей и эту цифру уже можно сопоставить со стоимостью квартиры последние полгода мы стали с вами свидетелями колоссального роста цен на строительные материалы какие-то строители даже стали заложниками этой ситуации мы специально для канала дизайн интерьера решили сделать сравнительный анализ насколько же выросла в этом году цена реализации этого проекта сейчас мы поговорим на примере комплектации это закрытый теплый контур без отделки с отоплением внутри со скважиной и септиком можно сказать дом под ключ в прошлом году эта стадия обошлась бы вам в 2 миллиона триста двадцать пять тысяч рублей в 2021 году эта постройка оценивается в 3 миллиона 900 тысяч рублей рост стоимость составила 70 процентов за 10 месяцев года что же изменилось более всего доска камерной сушки рост составил 77 процентов фанера почти 80 процентов рост скважина она на нее выросла причем на 65 процентов вагонка штиль также выросла ветрозащита выросла пароизоляция утеплитель комплект окон вырос незначительно это уже скорее всего в порядке общей инфляции и повышение спроса строительно монтажные работы один из процентов дорожания то есть это тоже в пределах некоторой инфляции поэтому друзья делайте выводы сами пишите в комментариях почему все-таки это произошло на нашем строительном рынке и чего нам ждать дальше прочитав эти цифры я еще раз очень сильно порадовался за наших подписчиков которые купили у нас эту дачу всего за 3 миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей при том что сюда вложили мы 4 миллиона триста тысяч как это произошло в рамках проекта дача за каникулу мы устраиваем онлайн аукцион который стартует всего с одного рубля и в процессе строительства дачи ставка постепенно меняется и ценник начинает расти каждый человек может делать ставки участвовать поэтому следите за нашими проектами подписывайтесь на мой канал на котором сейчас как раз начинается наш новый проект из квартиры в свой дом за полгода где для молодой семейной пары мы построим дом на 100 квадратных метров и полностью покажем процесс реализации для вас надеюсь что данный обзор и разбивка по стоимости от петра оказались для вас полезными безусловно какие-то статьи расходов можно сократить но в целом порядок цен останется примерно тот же заглядывайте в инстаграм проекта петра и не забывайте про наш пока пока не забывайте про лайки чтобы сохранить данное видео в понравившихся подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик чтобы не пропустить наши новые видео до новых встреч пока пока